Вижу, возникли некоторые трудности. Первое. Не все это поняли. Удар подушком. Косточкой. Вертикально подушком. Неприцент подухов, который трудно не отыскать при сильном нажатии относительно. При этом двигаетесь не телом, а ножик идет в движение. Видите? Тельце лишь в самый конец чуть-чуть уходит. Следующий момент. Удар практически прямой, несмотря на то, что сбоку. Посмотрите, как стопа выставилась. Пяточка к вам следит. После этого идет удар стопу и подъем ножки. Позволяет усилить. Это уже отрабатывается, безусловно, на перчатке. Поэтому перчатка стоит. Подушка. Вы поняли, куда бить? И... Или простенько ножку выставили. Оп! Без излишнего там перемаха. Потому что для многих вот это координационно будет представлять трудность. Поднять ножку в момент удара. толкает. Ну, в любом случае, попробуйте. Это как по дополнению к предыдущему материалу. А сейчас наша задача научиться. Открытая ладонь в область паха. Открытая ладонь в область носика. Открытая ладонь в область сердца. Открытая ладонь сбоку, как облеуха. Обратите внимание, крылоподобная форма. Открытая ладонь на отмашь. И все это в свободном полете на несопротивляющемся партнере. Сначала по точкам четко почувствовать, куда вы входите, как у вас идет удар. Характерные ошибки. Часто не к месту, хотя хороший прием, но надо к месту его делать. Выполняют поворот руки, что позволяет увести руку. Вот если бы я снимался в каком-то фильме и захотел бы сделать вид, что я избиваю Федорова, я бы выполнил вот такое движение. Например, ну, циклон раньше уже. Вот. Стоять, суна! И когда мы начинаем пить, смотрите. На! А удары-то не пришло мимо. А удар хорошо выглядел. Контактно, правильно? В чем суть? Смотрите. Идет-идет-идет соприкосновение, а здесь все уходит на. И вот часто очень многие вот эту руку поворачивают. Если я хочу, я работаю всегда к позвоночнику. Это же касается момента удара в сонную артерию или в горлышко. А также я работаю так, чтобы вот через позвоночник и голову проходили все волны, куда бы я ни бил. Все равно на позвоночник и голову. Открытая ладонь, работаем. 25 градусов, убийство. Вот оно. 25 вверх. Прямо. Мы альтруистичные показники. Все, работаем. Все, работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Жарко, блин. Использовать для уходов, для, собственно, изменения рисунка боя, для изменения, возможно, исхода боя. Собственно, изначально хочется, чтобы вы поделали, примерно, следующий. Встали вот, примерно, вот с такой вот плот. Соответственно, как в него вставать? Один из методов. Это вы поворачиваете стопы и закручиваете свой корпус, так, немножко наклоняясь, чтобы локоть подходил к колену и к ноге. С точностью, да, наоборот. Давайте вперед. О, девушки, первый ряд, пожалуйста. Я снимаю. Чуваки. Бум-бум-бум. Бьет более-менее, как бы, чуть инкессивнее, прям, как, бур, ужасно, бур. Соответственно, вы пытаетесь защититься. И вот в этой серии вы начинаете переходить вот в эту позицию, когда вы понимаете, что у вас уже что-то плохо. Соответственно, он начинает каким-то образом вас догонять и бить. Вы пробуете в этой позиции каким-то образом с ним справиться. Соответственно, вот. Хотя бы там в серии, там, это сель, там, удар. Вот партнер берет и вы начинаете вот в этой позиции уходить. Вот ноги расслежут, идти туда. Соответственно, обой партнера по-худшу. Соответственно, как бы вы пытаетесь его, ну, по-худшу. И вот в такой вот форме, да, соответственно, пожалуйста, походите. Хотя бы минут 15 непрерывного разговора с партнером. Желательно это делать, а не делать. Поделайте, пожалуйста. Потому что все эти перемещения очень важны. Следовательно, в июне критический месяц и в августе критический месяц. Это связано с, ну, как бы, энергетикой рождения, да? То есть, наоборот, больше сил у вас будет в месяц рождения, да? То есть, вот месяц рождения можно сделать интенсивно, а в августе это дракон. Да, вот так. В августе. Папа, ты на сборах моевой подготовки, я тебе говорю. То есть, вы не должны планировать экстренные какие-то вещи. Вот, когда случилась война, да? У тебя гипертоник, у тебя болит печень, у тебя должны расстреливать. Подбежишь, ты или не убежишь. Ты будешь перед давлением могу убежать или нет? Понимаете, то есть, это не касается нарушения. Нарушение режима происходит всегда и часто. Знаете, какая есть? Но цепь остается цепь. Все остальное зависит больше от момента связанных с этим указанием, чем какие-то другие вещи. Но, логичное правило, кстати, тоже такое остается. Например, вы в год астраха по поводу томогенного родились, в год до и в год после него, вы должны, значит, в год лунной дневной ройки, например, воздвигаться, и в год лунного трактора. Соответственно, да? То есть, у вас это нужно как вычбить. По ощущениям, да? Но вот это по ощущениям гораздо важнее, на самом деле, чем вот эти сезонные привязки и так далее, и так далее. Безусловно, есть очень рабочая рецептура. Один, как я вам уже подсказал, да? То есть, освобождение от холода. Это очень важный цепь. Вот здесь желательно соблюдение именно типа А, окружающей среды, или хотя бы времени воздействия на эти точки. С другой стороны, возникает сезонность и массово вопросов даже в привоздействии на точки. Но вот если человек хотя бы раз покидал больше месяца то место, где он жил, уже может быть нарушена его сезонность, а то и суточность ритмов. Поэтому суточность ритмов, например, должна восстанавливаться по пульсу индивидуально, такому что он может быть не соответствует местности, и с часами не совпадать вообще. Причем часы должны быть не, как говорится, узаконенной государством, а вот нитая палка в землю, чтобы вы знали, когда самая короткая день, и тогда вы установили 12 на 0, перерасчитали весь этот график часовой. На это время, когда была самая короткая день, и палка. Понятно? Потому что не учитывается зачастую, вот, например, нам живем по московскому времени, а на самом деле сдвинутые в сторону от московского времени, там, да, какой-то промежуток, который тоже существенный. То есть здесь это отдельно, что называется, предоставьте циклу специалистам. Еще раз, однако, лунный цикл – это подарок для женщин. Вот если что-то не ладится, да, значит, вот для этих веков очень полезно обучение луной. Полнолуния, новолуния, наборную, и космос. Вот, слышно, довольные. Вот, что она обучается, 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 полнолуния. Обучается, ну, все, отдых, нападение луния. Ну, и, соответственно, силы прибывают к полнолунию, убывают новолунию. Вообще, жизненность. Пусть и незаметно, но так и есть. Следовательно, чуть больше циклов можно рассчитать, поручать по морде ближе перед полнолунием. Само полнолуние еще не лихорадит, да? Потому что, ну, если там какой-то голодоват, что-то, да? А вот, если нормальный человек, ну, извините, что он не допускает. Кстати, с вами тут есть вопрос. Вот, кто-то хочет. То есть, вот, подъединиться сейчас. Привязательно объясню. Дело в том, что, понимаете, разумность мира фанатейка, циклов, там, еще что-то, и, как-то, и, как-то, и, как-то. Знаете, кто он всегда? Да, вот просто... Это ты измеряешь пульс, когда обладаешь этой методикой. Да? Да? Три индиана, фаналов и так далее. И сравниваешь, например, там, там, сейчас тут двух, там, или, да, там, какого-то поржена, там, активист. Да, это сможет, есть активисты или нет? Вот такая. Я просто сказал, как это делать. Так, значит, сколько есть мастеров шоу-дау уровня вашего учителя? Есть ли какая-нибудь информация о них? Кто интересуется, я не знаю, ЦРУ, КГБ, что-то, 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 что-то. Вы, конечно, не трогите информацию с теклетикой. Может, мне еще и это присоединяйте? Рушники. Очень интересно что-нибудь узнать о том, как... Кова современность клана шелдал в ней вашей семье. Ты сначала по этой пройтись. Ого, коллег. Я сказал, честно говоря, Питаясь сухом, вот здесь, здоровых, вот эту пакетную кардиналику, наверняка, сделать кардиналов шоу-дау. Правильно ли мы поняли, что мужчине лучше мочиться при себе, потому что дающим? К сожалению, правильно. Что-то, 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 что-то. Толкки слишком, я согласовывался. Бедное видео. Опять на лестерстве. Питаясь с помощью. Является небольшой живот непременным атрибутом, продвинутого шоу-дау. Вау! В моем случае безусловно. Дело в том, что при развитии этого, как его там, безмертного зародыша, неминуемо будет увеличение размеров его атака. Но это после определенного периода тренировок и так далее, а в моем случае это не так. Дело в том, что у меня живот после того, когда меня перевели еще в школе, сказали, ох, будешь человек саморос позволяет, да? И я с 70 килограмм всегда выступал там с мышцами. Для этого я выпивал перед каждыми соревнованиями, 10 литров мурака, заедал буханкой хлебом, потом блевал дальше очень гибко по коридору, слава советскому субботу. Но тем не менее, я все равно благодарен, как говорится, китайской школе, потому что я познал мир внутри со всеми его идиотизмами и прочее, прочее. То есть я сам был идиот, благодаря этому я начал в 10-м классе, я уже готовил ученики в Старопольской области, непосредственно по рукопашкам, потому что я еще интересовался все неприкладные приемы с огромной любовью. Успоминаю, что у первого тренера Евразии еще очень много, которые подразумны, всякие запретные творения по специальным практикам, благодаря этому чему, и созревшим инструкторам практически, который был уже на, как говорится, вершине всего, что вообще может быть даже сейчас, я попал своему учителю после понял, что я в начале пути. Потому что я тогда ездил и по иностранным учителям у нас. Почитайте книжку. Далее, книжку вам привезти, кстати, нет? Далее, несколько, я скажу, характеристую, не готовы. Еще бы хотел какой-то тем, что готовить, то уже его приносить сюда. Далее, расскажите, пожалуйста, о воздействии взгляда на человека. Далее, тренировки, значит, в взгляде, по-моему, группу взгляда были описаны у нас в Таня Кваде, да? Форма шоу-дав. Форма шоу-дав. А, форма шоу-дав, в том числе, да. Значит, это вот они там вольца недостаточно понятны. Ну, второе, во-первых, внутренняя воля, умение не отводить глаз, умение, значит, вызвать достаточно агрессивное. Короче, ласки строить – это не успех. Успех идет после того, как вы изнутри будете представлять достаточно опасность, после чего это можно выразить через нудря. Поэтому не во взгляде тела, а с обижанием на самом деле. Второй момент. Вот скашивать глазки различными способами, например, тренировка взгляда, когда я раз фокусирую зрение определенному образом, на протоку. В одном направлении, в другом направлении. Так, вот я сейчас посмотрел, придя�� 있고요, кто увидит мое мощное взгляд. Хотя и уже看Well еще раз посмотрел видите, вот осмысленный взгляд, да… Вот, а вот взгляд неосмысленный. Ха-ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха-ха-ха... Я туда говорится, вот… Вот. То есть, это один из двух. Только вот игра, взглядом, посмотрел на одно социалаточку с другом, да, вот видите, там ещё что-то, и так далее, и вот это вот приходится. Граждане москвичей, приехавшие со мной, давайте попробуем... Вот давно ожидалось встречи, ждали просто, как от этого. Оставки ее надо всюду в самарылку, пока она ничего не отдала на себя. Вот. Потихоньку подходите, заделитесь финансовым вопросом. По продовольнику. И да, тоже. Понимаете? Вот. Директор финансового изменения, извините, да? Все. Кто говорит, наверное, израильный. Идет ли друг к нему? Идет на шляпе. Александр Николаевич, как вы относитесь к тренировкам Шарари-Бао-Динску? Это вот, которое там будет как-то, да? Да, да, да. Ну, как к любому развлечению, без кегли, без карманных бриллиантов, и без кегли. Там все жарики и... И там все жарики и... И вот. Кстати, по... Еще одно, я не знаю, по повлечению. Секрет соблазнения женщин-прынских. Да, вот там говорили, что удовольствие. Это шлажек привязать к ноге. Но... И не вредили своей, это... Я говорю. Представляете себе глубокий советский застрой, когда в моде... Там-то не было вообще крыла, и было купаться в трусах. Трусы семейные, советского покоя. Берешь от трусов шланга, проделается дырочка, повязывается на поезд, после чего вы пойдете купаться в море. И выходите из него. Начинаете, когда пьянты там, чрепите и так далее. Двадцать, тридцать девушек за вечер обязательно ставят перебочек. Не ого, а пьянты, да? Да просто, хотя бы посмотрели. Даже когда он поднимается, я падаю, но... Это живая цепь. Какие упражнения можно рекомендовать? Я бы к шаликам тоже. Я сам это не знаю. Я просто не занимался этим шаликами, как египет, футбол, футбол. Мне не управляют время на дурные игры. И вам советует... Переключиться на меч, нож, племённые... Вот такие слова. Пора сваривать. И, кстати, не менее интересно, да? Результативно. Один из двух двух. Скажите, пожалуйста, можно ли считать натуральными продуктами фрукты и овощи в своющейся магазине? Богатые различные химикаты. Во-первых, вы знаете, что они богатые. Вот. Дело в том, что химикаты запаски тоже могут быть полезны. Другое дело, например, следующее. Мы иностранную продукцию не покупаем. Поддерживаем отечественного производителя. И не по тому, как патриота. Потому что он возьмёт, например, эти чистенькие, хорошенькие, вкусненькие, такие почищенные, эти сраненькие маковки, да? А они полежатки и вдохли. Вот просто расплавить надо, да? Вот просто расплавить надо, да? А наши грязные лежит для жильцов. Вот. Значит, здоровое можно. Особенно израильские, да? Однозначно. Но это не потому, что ты не ешь. А это не то, что ты не ешь. А это не то. А это не то. Поэтому, честно, по-человеческому, поэтому надо всегда понимать, что ты ешь, когда ты ешь, там, то, что-то. Вот, например, там, арбузы в Анапте на юге, да? Всегда без местного народа, и в Краснодарском крае, это не нормальная страна. Вы ехали туда, покушали, ну, говорили там, что нормальный и так далее. В Москве нет ни одного нормального права. А без тридцаткового появляется нормальная спущенка, нормальная спущенка, даже костров бывает полезно, да? То есть, вот, это феномен. Почему? Потому, что на Москву надеются, всё съедят. Ну, если заканья нахер, не против логистового магазина, но народ изощряется, например, зная, что камеру можно брать в отдельно взятых магазинчиках при журнадских церквях, да? Или еще что-то в этом роде. Ну, специализированно. Короче, собираешь информацию и живешь как можно, да? Где-то ничину, где-то... Это не так, кто-то, кто-то. Кто-то ищет. Так. А то начинается... Сначала почистим, потом бобыли, а то было с ним. Нет, нет, нет. Ты... другого не ласки я проведу нечистки однажды подарили красоты или там немножко, и жарит подводок, а свежее, как вчера, углы. Понимаешь, я уже думал, что там точно чужие. А как поддерживать жизнь хлеба в течение миски? Свежая, да? Увидим? Да, спасибо вам. А, вот. Значит, есть несколько общей образовательных, я просто так ретроцветил. Дело в том, что каждый год выходит до 70 новых наименований Александра Николаевича Евгеньева и Ирина Борисовича Евгеньевна. Да? Я же упрощаюсь, даже если кто-то сошел бы, такая, потому что на титуле. Второе. Здесь есть еще политики издательства, поэтому осветироваться следует не на всех книжках. Например. Например, например. Для общего развития на предприятиях мы изучать на упражнение людей, чтобы мы там лишним не интересовались. Например. Как, что, где выполнять, как правильно и так далее для умышленников. 12 главных секретов, да, о любви. Просто для начинающих, как он, при образовательном, внуш, собственно, интересует там ничего. Вот эта книжка достаточно требуется к изучению и пониманию, что здесь написано. Игра под названием «Визита технологии счастья, объединенная ранее с дополнительным материалом» и «Технологии счастья». Золотая нить «Дау» когда-то была попытка написать пятый том, но пару глав из него, там, или четыре, вошли в эту книгу, вот как некая такая ретроспектива. И одновременно вот из новой книги «Получение чувствами», которое вы неизвестно когда-то. Потому что на самом деле, кстати, какую книгу, это тяжкий ток. На вот такую книгу практически уходит все лето и переживание, да, каждое дневное. Это большая работа, в принципе. А так как жизнь ставит свои какие-то условия, просто надо выживать, там, и прочее, врачи, то приходится, как говорится, на нас, не только изгонировать. Мужчины-существа примитивные, это бесцелье просто, да, как говорится, а учебник женщины, как-нибудь иоты, да, в отношении к мужчине. Знаете, в толщину, там, с примитивной, то есть сохранён и первый вариант, вот первая тихо очень тоненькая, а вторая чуть-чуть расширена, без обиди девушек. Ну вот, например, правило 18-е, женщина, мужчина-существо примитивное. Если он спрашивает тебя, все с тобой в порядке, а ты отвечаешь, что все в порядке, он поверит и будет реагировать так, что у нас с тобой действительно все в порядке. Ну, здесь можно, да, знаете, вот, заработка не на, знаете, и нам надо конкретно, и очень долго, знаете, и в общем, можно такого почвы, в этом месте, и там, в общем, проволоке. Великолепнейший, ведь, потому что многие, вот, знаете, вот, как крыльевы делают, как глаза новые у девушки открываются, да, себя саму и свое поединение. Все мы делим, вот, как ни было никак, но мы не шел, чтобы она не держит в трапе, в трапе. Мягко говоря, да? Так, дальше. Как нормализовать артериальное давление? Подходили с давлением, там и так далее. Целая книжечка милости просим, что называется, да? Собака слить, если корка слить, слова собака и корка заменяйте на слово девушка. Возьмите тайный смысл. Хотя некоторые торчат и лед, если основные способы укрепления и восстановления зрения, здесь лишь общие распространенные, проверенные кем-то еще, а не нами, да? Основные правила, те, которые осиомы являются, но сами методы восстановления зрения, вроде, уже говорили об этом людей, как и их найти. 15 основных типов личности и сексуальности, трагедия обощения. Был вопрос по женщинам? Милости просим дополнительный материал. Да? Тот, что ли по мужчинам, кто учится. Скорка слить, то же самое. Как не страдать от похмелья? Страна плющая. Чекистов много. Иногда надо кого-то споить. Так далее. Чекисты, профессиональные. Легенды и плечи желудал. Ну-ну-ну-ну. Нет, молния. Вот. Как бесподезно на терминстве. Ну-ка. 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 Как же женщина предупреждала в Америке еще о своем лечащем врачу, за то, что он не проверял после сорока пространств. Лечение эмоциями 10 основных управлений, в общем, несколько ключиков принимать. Насмотреть. Доброго, когда вы работаете с такой книжечкой, вы как бы из себя целый мир открываете. Вот раз, какой-то ключ в вашей жизни. И приоткрыла дверцу, что не вернусь. Скоро будут ментальные ловушки, а пока 70 основных психологических ловушек. И используют движения. Открываем на любой из постраницей масса полезного. Например, ловушка радужного будущего, не сбывшихся ожиданий. Это ловушка, в которую чаще всего попадают молодые люди. Как же можно назвать ловушкой не сбывшихся ожиданий? Ловушка радужного будущего заключается в излишне оптимистических ожиданиях по отношению к будущему и оценке сверху в ваших отношениях. С другой стороны, если кто-то в ней, прямо противоположная ловушка. Ловушка радужная ловушка. Поэтому думайте, делайте и проверяйте. Что-то нужно, я вот добираю. Ну, например, данная форма складывается в новом окрасе. Потому что, правда, люди полностью перележные, они, несмотря на то, что они полностью из нее восстанавливаются. Это где-то в логике про упражнение и прочее. Ну, и все равно они как-то работают. Поэтому тратить им не надо. Как правильно составить тренировочный процесс? Значит, первое. Вот вы получили какую-то информацию. Сразу после семинаров вы несколько раз прорабатываете все то, что вы получили на семинаре. Более того, уезжаю. Я просто покоряю, но все равно покоряю. Значит, кто-то из этой рекламы. Вы, в первую очередь, расписываете по памяти все, что у вас было. Кстати, господин Поревко, Покажу, пожалуйста. Покажу. Значит, в первую очередь, что делаю, это конспект того, что было на стенах. Да? Просто по темам. Потому что оно быстро, чтобы улучшить, забываясь. Тогда это надо. Далее, вдаетесь в подробности, а что вы вообще помните по темам этих действий, приема этого. Тогда это надо. Масса спускает за это память. Но, получая еще на компленном счете, вы начинаете восстанавливать много полезных вещей и, в конце концов, доводите уже что-то до ума. Кроме того, как только вы не подошли после семинара, у вас начинается график изменных тренировок. А это означает, что, например, вы осваиваете, ну, при том, начале спитания, да? Поосваивали хотя бы единки две. Ничем даже не было. Закрепили его более-менее. И потом только на повтор, раз в месяц, оставили его. То есть довели его до какого-то удововоримого для вас уровня. Не до совершенства супер. А для того, чтобы хотя бы с трех-четырех метров в двух-трех, Верно поражать цель единственной лишней, как бы. Вы были вредны, да? Господин Поехо, конспект прошлого года еще был, как так, нехорошим. Может быть, даже с сравнением метрового интернета для своих, или каким-то образом сделан так, но на него очередь. А конспект для этого конспекса еще не будет. Сравнение об этом, короче. Значит, два варианта есть. Краткий конспект, где Популька. И сейчас готовится чуть недостойно. Охренеть. Вот. Ну, в любом случае, в таком случае, видите, как... Даже из-за желудка этого выбора, да? А все остальное как методическое пословие будет. Отлично, да? Это там хрень зрения, ладно. Ну, ладно. Вопрос в следующем. Спасибо огромное. Далее. У вас должен быть день борьбы. То есть нагрузка лежа, там, или какие-то другие вещи. Или морского, или еще кто-то там вроде. День получения помощи, когда вы спарринкуетесь в какие-то моменты, там, и так далее. День оружия. День ударов руками на газ, не там, для работы, технических действий, специальных техник. То, что для вас актуально. Несколько месяцев так поработали, сменили на совершенно другое. А именно, большое количество спаррингов, разных каждый день, да? И наработка каких-либо них тау. Одного, второго, три. День оружия. Редактор субтитров А.Семкин. Олимпетри, первый, наверное.